Смотрите, мы обсуждали с вами понятие производной, мы обсудили, что это такое, мы обсудили, как находить производные. Теперь давайте поговорим о том, как их применять для того, чтобы исследовать функции. Смотрите, сегодняшняя лекция про применение производной. Давайте я напомню несколько определений. Производная определяется так, f' в точке x0, это есть предел при Δx, стремящемся к нулю, f от x0 плюс Δx минус f от x0 разделить на Δx. Это просто определение производной, и некоторый факт, который мы обсуждали, что это определение квалинат по следующему утверждению. Кого-то надо замьютить. И это определение квалинат по следующему утверждению. Функция f представляется в таком виде. Значение функции в точке x0 плюс Δx равняется значению функции в точке x0 плюс значение производной в точке x0 умножить на Δx и плюс α от Δx умножить на Δx, где α от Δx стремится к нулю при Δx, стремящемся к нулю. Но еще можно добавить, что α от нуля равняется нулю, как нетрудно видеть по этой записи. Ну и давайте я нарисую картинку в связи с этим. Значит, вот у нас есть графика какой-нибудь функции. и есть касательная в точке x0. Значит, касательно задается вот этой, вот этой части нашего уравнения. Значит, если у нас здесь x0, тут x0 плюс Δx. Значит, вот это выражение, оно в точности равно вертикальной координате точки накасательной. Про касательную можно сказать, что это штука, которая как раз создается как f от x0 плюс f' в точке x0 в дельте x. Квиз когда-нибудь точно будет. Вот. Помните такую штуку? Мы сейчас как раз будем этим пользоваться. Утверждение, которое здесь написано, оно как раз говорит, что функция хорошо приближается к своей касательной. Вот эта часть относится к этой касательной. А это некоторая добавочка, которая становится маленькой, когда Δx маленькая. Более того, она становится не просто маленькой вместе с Δx, а она выглядит так. Это Δx, которая сама все маленькая, умножить еще на какое-то очень маленькое число, которое становится все меньше и меньше. Как говорят, она маленькая по сравнению с Δx. Ну, давайте теперь все дело применять. Утверждение. Или давайте я ее назову лемой, потому что я на нее буду сейчас ссылаться. Значит, пусть f' в точке x0 больше нуля. Тогда существует такое Δ больше нуля, что для всех Δx меньше Δ, меньше нуля происходит следующее. f в точке x0 плюс Δx больше, чем f в точке x0. А f в точке x0 минус Δx меньше, чем f в точке x0. Значит, что здесь написано? Здесь написано, что если в какой-то точке производная положительно, тогда в некоторой окрестности этой точке, если мы будем сдвигаться с этой точки вправо, то значение функции будет больше, чем значение функции в самой точке x0. А если влево, то оно будет меньше, чем значение функции в точке x0. То есть на графике это будет выглядеть примерно так. Значит, вот у нас какой-нибудь график функции. У нас есть какая-то точка x0. Я говорю, что если здесь производная положительно, касательно вот какая-то такая, имеет положительный наклон, то если мы будем сдвигаться вправо, от x0, значит, у нас здесь будет x0 плюс Δx, то вот здесь значение будет больше, чем здесь. Значит, это f от x0, это f от x0 плюс Δx. Значит, сдвигаемся вправо, получаем значение больше, сдвигаемся влево, получаем значение меньше. Ну, конечно, это верно не для всех возможных сдвигов, а только для сдвигов в какой-то окрестности. Потому что понятно, что если я сдвинусь вот сюда, влево, то я все равно получу значение больше, несмотря на то, что я сдвинулся влево. То есть как бы утверждение про касательную, это некоторое локальное утверждение, оно что-то говорит про то, как функция себя ведет в окрестности некоторые точки. Ну, а глобально мы ничего из утверждения про касательную сказать не можем. Но, в принципе, это лемо выглядит довольно реалистично, потому что если мы верим в то, что график функции близок к касательной, то, в общем-то, довольно реалистично, что сдвиги вправо приводят к тому, что при положительной производности, что мы получаем значение больше, а сдвигов влево приводит к значению меньше. Ну, а давайте мы это докажем. Понятное утверждение лемо? Давайте докажем. Давайте воспользуемся вот этим утверждением, поскольку мы хотим как раз вычислять значение функции в близких точках, а вот здесь как раз эта вот штука что-то про это говорит. Давайте мы эту штуку попробуем. f от x0 плюс delta x. Это есть f от x0 плюс f' Давайте я так это перепишу. Давайте я вынесу delta x за скобку. Значит, смотрите, у меня была вот такая штука, а я переписал ее же, и единственное, что я сделал, это я вот этот delta x отсюда и отсюда вынес за скобку. Получилась вот такая вот штука. То есть вот такой коэффициент умноженный на delta x. Пустите, я немного, пожалуйста. Извините, что что получилось в итоге? Получилось следующее утверждение. f от x0 плюс delta x равняется f от x0 плюс, дальше в скобках, f' в точке x0 плюс alpha от delta x, скобка закрыта, умножить на delta x. То есть у меня было утверждение, что f от x0 плюс delta x равняется f от x0 плюс f' от x0 на delta x плюс alpha от delta x умножить на delta x. Значит, я говорил, что вот у меня есть мое линейное приближение. Первые два слагаемые. f от x0 плюс f' от x0 на delta x. И есть какая-то маленькая поправочка, маленькая по сравнению с delta x в конце. Alpha от delta x умножить на delta x. Alpha от delta x умножить на delta x. И теперь я просто вынес здесь delta x за скобку. Давайте теперь посмотрим на вот это выражение, на коэффициент при delta x. Вот на эту штуку. Что про него можно сказать? Значит, мы предположили, что f с их от x0 больше нуля. А с другой стороны, альфа от delta x становится маленьким, если delta x маленькая. Что тогда можно сказать про знак вот этого выражения, знак этого коэффициента? Да, он тоже больше нуля. Ну, потому что вот эта штука положительна, а вот эту штуку можно сделать сколько угодно маленькой. Давайте так напишу, что знак этой штуки совпадает со знаком f' в точке x0 при маленьких delta x. Ну, формальное утверждение такое. Значит, мы знаем, что альфа от delta x стремится к нулю. Это означает, что давайте я в определении предела для альфа от delta x возьму ε, допустим, равный вот этой штуке пополам, f' от x0 пополам. Значит, возьмем ε, равный f' от x0 пополам. Тогда существует такая дельта больше нуля, что для всех delta x, и если модуль delta x меньше, чем delta, то альфа от delta x по модулю будет меньше, чем f' в точке x0 пополам. и f' в точке x0 плюс альфа от delta x будет как минимум больше, чем f' от x0 пополам, больше нуля. Скажите, почему я вот здесь вот не написал, что delta x должна быть обязательно больше нуля? Можете просто что-то пустить? На самом деле мог бы и написать, мне от этого, на самом деле, ни жарко, ни холодно. Но почему не написал? Ну, в нуле альфа тоже нулю будет равен. Да, значит, мы здесь сказали, что альфа в нуле равняется нулю. Ну, очевидно, что если delta x равняется нулю, то вот эта штука просто равна вот этой штуке, f' от x0 плюс delta x равняется f' от x0. И поэтому, значит, вот эта вот вещь, а вторая слагаемая обнуляется. Ну, значит, третья слагаемая, в общем, можно, ну, здесь она автоматически обнуляется, но альфа можно выбрать любой. Ну, и вот мы ее просто по непрерывности выбираем. Вот такой, просто он так удобен. Вот. Ну, хорошо. Давайте теперь вот что скажем. Смотрите, теперь что получается. Значит, у нас f' от x0 больше нуля. Почему мы взяли именно такой epsilon? Значит, кто такой вот этот epsilon? Это epsilon из вот этого определения, из вот этого предела. Почему мы взяли его равным именно f' от x0 пополам? Каким хотим, таким берем. Значит, мы его взяли ровно таким, чтобы гарантировать, что... Ну, смотрите, значит, вот у меня есть вот это выражение. f' от x0 плюс альфа от дельта x. Значит, мне важно, чтобы... Я хочу, чтобы знак вот этого выражения был бы таким же, как знак f' от x0. f' от x0 положительная. Значит, я хочу сделать так, чтобы вот эта альфа от дельта x вдруг не сделала ее отрицательной. Для этого мне нужно, чтобы альфа от дельта x была бы меньше, чем f' от x0 по модулю, чтобы она бы... Ну, в самом худшем случае альфа от дельта x отрицательная, но я хочу сделать, чтобы его модуль был бы недостаточно большим, чтобы уничтожить вот это положительное слагаемое. f' от x0. И я в этом случае, в качестве моего ограничения, я могу альфа от дельта x как хочу ограничивать, выбирая достаточно маленькую окрестность вокруг точки x0. И в качестве такого ограничения я выбираю как раз f' от x0 пополам, чтобы гарантировать, что у этой суммы знак такой же, как у f' от x0. Значит, какая такая альфа? Альфа — это вот эта функция вот в этом разложении. Значит, мы на прошлой лекции обсуждали, что если у функции существует производная, то тогда эта самая функция представляется в таком вот виде. Значит, когда вы выписываете фактически вот эту часть, это фактически уравнение, вот эта часть первых два слагаемых, это фактически уравнение касательной, и плюс маленькая поправочка, которая говорит, что на самом деле наша функция проходит не в точности по касательной, а все-таки немножко отклоняется от нее. Вот мы сейчас этой самой альфой тут пользуемся. Так, хорошо, давайте еще вопросы. Хорошо, теперь смотрите, значит, что мы получили. Значит, если f' в точке x0 положительный, а знак вот этой штуки такой же, какой штрих от x0, то есть тоже положительный, то это означает как раз ровно то, что мы хотим сказать, что если мы delta x выбираем положительный, как вот в этой строчке, то, значит, вот это все слагаемое будет положительным. Если delta x выбирается отрицательным, то все вот это слагаемое будет отрицательным. Ну, поэтому получается, что верно вот это и вот это. И все доказано. Как, похоже на правду? Да. Ну, это мы, получается, доказать только для f от x0 плюс delta x. Ну, значит, на самом деле это и то, потому что вот здесь у меня delta x может быть только положительный, но зато я рассматриваю плюс delta x и минус delta x. А вот здесь у меня delta x может быть как положительный, так и отрицательный. Мне не важно, какая она. Вот это разложение работает в случае положительных, в случае отрицательных delta x. Но если у нас delta x вот здесь отрицательный, то это все равно, что взять, изменить знаку delta x и здесь поставить минус. Поэтому вот эта штука вот этой записью тоже обслуживается. Значит, все убеждены в том, что это что-то действительно работает. Есть кто-нибудь, кто не убежден? А вы сказали, что знак этой штуки зависит от delta x, а мы же изначально в лейме сказали, что delta x у нас больше нуля. Сейчас, значит, я говорю следующее, что знак вот этого выражения, он совпадает со знаком f' от x0 при маленьких delta x, маленьких в смысле по модулю. Давай я тебе напишу маленьких по модулю delta x. Значит, ну, смотрите, значит, тут, возможно, не очень удачно получилось с точки зрения обозначения, потому что в формулировке леймы delta x может быть только положительной. А вот у всей этой истории delta x может быть как положительной, так и отрицательной. Может быть, нужно было здесь вместо delta x написать h. Или сейчас что-нибудь. Вот, но я хочу сказать следующее, что если модуль delta x меньше delta, то тогда вот это утверждение про знак вот этой штуки работает. Вот эту штуку можно рассматривать так, что здесь написано, что мы можем взять delta x маленькую по модулю, если она будет положительной, тогда будет выполняться вот это утверждение. А если delta x будет отрицательной, тогда будет выполняться вот такая вот оценка. f' от x0 плюс delta x будет меньше, чем f' от x0. Ну, вместо этого я просто здесь говорю, что я могу взять положительную delta x и просто приписывать перед ней знак, либо плюс, либо минус. Приписать перед положительной delta x знак минус вот здесь, это все равно, что взять отрицательную delta x вот здесь или вот здесь. как запутал я вас немножко с этими знаками в дельтой x. Распутались? Да, спасибо. Хорошо. Ну что, давайте, наверное, я ходить дальше. Значит, это, на самом деле, полезная тема. Она, грубо говоря, говорит что-то типа такого, что если производная положительная, то функция, ну вот тут нужно быть осторожным, потому что хочется сказать, что функция возрастает, но на самом деле, если вы говорите, что функция возрастает, возникает вопрос, возрастает где? Вот хочется сказать, что она возрастает на некоторые окрестности, но это утверждение будет неверным. На семинаре вы увидите, что не факт, что функция возрастает на некоторой окрестностях точки X0. Там будет обратно на эту тему задачка. Но, тем не менее, если мы определим такое возрастание в точке, то этот факт, что производная положительная, будет говорить, что функция в некотором смысле возрастает в точке. То есть, если вы из этой точки сдвигаетесь вправо, то значение увеличивается по сравнению с значением в этой точке. Если вы сдвигаетесь в этой точке влево, то значение функции уменьшается по сравнению с значением в самой этой точке. Естественно, можно также доказать утверждение про f'0. Тогда будет все наоборот. Существует Δ больше 0. Такое, что для всех Δx. f от x0 плюс Δx. Сдвиг вправо приведет к тому, что значение функции упадет, а сдвиг влево приведет к тому, что значение функции увеличится. Доказывается абсолютно так же. Можно было бы это все вообще в одно действие доказывать. Мы этой теоремой будем пользоваться неоднократно. Но давайте, прежде чем мы будем это делать, давайте немножко... Собственно говоря, главное, для чего я хочу с этой теоремой применять, это к обсуждению экстремумов функций. Это вообще для нас довольно важная тема, потому что довольно часто приходится решать задачки типа найти максимум функций. И, в общем, все так со школы более-менее знают. А, ну, найти максимум функций, значит, надо производный управлять к нулю и что-то там такое. Ну, а, собственно говоря, почему так? На эту тему есть теорема. Но прежде чем формулировать эту теорему, давайте я напомню некое определение, которое связано с экстремумом. Значит, экстремумом. Значит, давайте отдам определение. Функция f имеет в точке x0 локальный. Слово «локальный» часто опускают, допустим, минимум. Если существует такая окрестность у содержащейся точку x0, значит, я напомню, что окрестность — это любой открытый интервал. Значит, существует такая окрестность у, такая, что для всех x-ов из этой окрестности у f от x0 меньше либо равняется, чем f от x. Значит, это локальный и нестрогий минимум. Значит, опять же, слово «нестрогий» обычно тоже опускают. Если просто говорить про минимум, имеется в виду, как правило, нестрогий минимум. Значит, если выполняется вот такая штука, значение функции f в точке x0 меньше либо равняется значению функции f в любой близкой точке, то есть в любой точке из некоторой окрестности точки x0. Соответственно, это минимум. Для максимума определения такое же, только… То есть все то же самое, только неравенство в другую сторону. и есть глобальный максимум и минимум. Значит, функция f имеет в точке x0 глобальный. Значит, я здесь пояснил, что окрестность — это открытый интервал просто любой. Значит, функция f имеет в точке x0 глобальный, соответственно, максимум. Это означает, что все то же самое, только без окрестности. Это означает, что для всех x из области определения f f от x0 будет больше либо равняться f от x. И, соответственно, глобальный минимум то же самое, только f от x0 меньше либо равняется f от x. и можно определить все то же самое, только со словом строгий. Значит, строгие минимуму, максимума. Значит, нужно сделать первое, заменить неравенство на строгое. И что нужно сделать вторым? То есть, если я просто заменю, допустим, вот в этом определении, если я заменю неравенство, значит, вот здесь у меня было не строгое неравенство, если я здесь напишу строгое неравенство, чтобы... Да, значит, нужно потребовать, чтобы x не равнялся x0, потому что, если мы этого не потребуем, то такого типа неравенства не может быть строгим. Значит, потребовать, чтобы x не равнялся x0. Да, значит, смотрите. Я здесь сказал, что речь идет про... Значит, что мы здесь выбираем x из области определения функции. Значит, часто рассматривать так называемые условные экстремумы, это когда вы дополнительно еще ограничиваетесь на какое-то подножие. То есть рассматриваете не просто все функции, не просто все значения в области определения, а рассматриваете все значения на каком-то подножстве. Значит, давайте еще я... Вот какое уточнение я сделаю. Давайте я скажу, что вот здесь... Значит, вот здесь сказано, что существует такая окрестность, что для всех x из этой окрестности выполняется вот такое неравенство. Справедливый вопрос, а что происходит на границе области определения, если у меня функция определена только, допустим, на отрезке, я рассматриваю конечную точку этого отрезка. Но тогда действительно нужно здесь вместо окрестности взять, так сказать, соответственно, полуокрестность. Давайте я так это запишу. Я просто скажу, что вот здесь вот мы требуем, чтобы это выполнялось не для всех x из области определения, а для всех x в пересечении с области определения. То есть было для всех x из некоторой окрестности. и я дополнительно еще сейчас пересек эту окрестность с областью определения. То есть если у меня в каких-то точках функция не определена, ну, значит, эти точки мы сюда не подставляем и не проверяем. Вот такая штука. Ну, давайте я еще нарисую картинку на эту тему. Значит, вот есть у меня какая-нибудь функция. Давайте какую-нибудь такую функцию возьму. Значит, функция определена на отрезке. Она устроена так, что она в левом конце отрезка имеет какое-то значение, потом она возрастает, возрастает, возрастает. Давайте я буду как-нибудь обозначать. Пусть это будет точка А. Вот левый конец отрезка пусть будет точкой А, правый конец отрезка точка Б. Значит, и функция устроена так, что она, значит, до какой-то точки x1 возрастает, возрастает, и при этом доходит довольно высоко. Потом после точки x1 она немножко спускается, доходит до точки x2. А от точки x2 она снова поднимается, но не сильно, так, чтобы не перекрыть свой предыдущий подъем. Получается, значит, вот такая функция. Ну и давайте посмотрим, кто есть кто у этой функции. Например, что вы можете сказать про точку А. Значит, что вы можете сказать про точку А с точки зрения всех этих экстремумов. Глобальный минимум. Да, значит, это в точке А достигается глобальный минимум, а локальный минимум достигается. Ну, то ли. Ну да, любое глобальное минимум является одновременно и локальным минимумом. Значит, в точке А функция принимает самое маленькое значение. Дальше. Есть точка x1. Что вы можете сказать про точку x1? Точка x1 функция принимает самое большое значение. И локальный максимум. Да, эта точка является одновременно точкой глобального и локального максимума. А про точку x2 что вы можете сказать? Локальный минимум. Это локальный минимум. А про точку b? Локальный максимум. Локальный максимум. Да, совершенно верно. Вот. Значит, вот такая штука. Значит, это вроде бы полностью соответствует нашему определению. Хорошо. Вот такой вопрос. Бывает ли функция, у которой есть, допустим, бесконечно много локальных максимумов? Ну да, какой-нибудь синус, например. Синус. Хорошо. Бывает такая функция, у которой есть, у которой есть точка, которая одновременно является и точкой максимума, и точкой минимума локального, например. Ну, если не строго, то да. Да. Значит, если мы требуем не строгого локального максимума, не строгого локального минимума, то такое бывает. А когда такое бывает? Константа. Константа, да. Это, в общем-то, единственная ситуация, когда у вас функция одновременно и максимум совпадает с минимумом. Это когда функция просто на каком-то участке, например, является константой. Хорошо. Ну что, есть ли вопросы по этим определениям? Да, вы знаете, у меня есть вопрос. Давайте. Предположим, что у нас, ну, где-то по оси Х за Б туда, правее, да, где-то очень-очень высоко есть какая-то точка вот одна. Да. Она у нас, получается, чем будет являться? Глобальным максимумом, да? Просто точка одинокая. Просто я к тому, что там же не будет никакой окрестности вокруг нее. Ну да, тут не совсем понятно вообще, как бы если у вас просто одинокая точка, то вообще не совсем понятно, значит, как ее интерпретировать. Ну, я бы сказал бы так, что это бы означало бы, что, по крайней мере, эта штука является глобальным, ну, допустим, вот здесь точка была бы. Я считаю, что в этом случае логично сказать, что это точка глобального максимума, а вот про локальные как-то трудно здесь говорить, потому что, ну, вот это вот пересечение будет просто пустым. Ну, наверное, можно сказать, что она же является, наверное, точкой локального максимума, точкой локального минимума. Честно говоря, так... Мы не можем брать пересечение размером с одну точку? Ну, как бы здесь... Ну да, здесь получается в пересечении ровно одна точка, для две точки, конечно, это неравенство выполняется. Ну, наверное... Взять, типа, в окрестности одна точка. То есть, вы видите, что это U сама по себе не является одной точкой. Ну, короче говоря, тут можно... Теоретически можно было поправить определение так, чтобы оно как-то специальным образом обслуживало этот случай. Но с точки зрения того определения, которое написано, ваш пример, когда у вас есть одиноко стоящая точка, он действительно автоматически удовлетворяет и определение локального максимума, и определение локального минимума. Не знаю, насколько этот пример содержален, то есть, мне кажется, что это все-таки такая довольно экзотическая ситуация, но формально, да, можно рассмотреть. Я вас понял, спасибо. Можете, пожалуйста, повторить, что написано во втором пункте про строгие минимумы и максимумы? Значит, ну, нужно потребовать, чтобы x не равнялась x0. То есть, вот во всех вот этих условиях, значит, вот смотрите, например, вот здесь, мы говорим, что для всех иксов из окрестностей нам нужно, чтобы значение функции f в точке x было бы больше либо равняться, чем значение функции f в точке x0. Если бы я заменил неравенство на строгое, то с вот этим вот условием это неравенство не имело бы шансов на выполнение, потому что, потому что я мог бы выбрать в качестве x сам x0, и тогда, конечно, никакого строгого неравенства здесь не было бы. Поэтому, чтобы переделать эти все неравенства в неравенство про строгие минимумы, максимумы, нужно дополнительно от x требовать, чтобы он бы не совпадал с x0. То есть, мы сравниваем значение функции, мы, так сказать, не нужно пытаться сравнивать в этом случае значение функции в этой же самой точке с ним же и требовать, чтобы оно было больше. Так не будет. Поэтому нужно просто наложить дополнительные условия. Вот сюда вот. А окрестность мы можем самостоятельно любую выбирать? Да, в определении локальных максимумов минимумов окрестность выбирается, какая подходит. Значит, утверждение просто, что если такая окрестность нашлась, что вот эта штука работает, то, значит, это действительно тоже локальный вопрос. А эта окрестность должна быть симметрична относительно нашей точки x? Ну, смотрите, если у нас окрестность несимметричная, мы всегда можем выбрать окрестность поменьше, которая будет симметричной и будет вписана, так сказать, в нашу. Поэтому неважно. Если у вас была какая-то несимметричная окрестность, например, вот такая, я всегда могу выбрать в качестве радиуса новой окрестности просто минимум расстояния от точки до концов этой окрестности и вписать симметричную окрестность в нашу несимметричную. Если существует несимметричная, то существует и симметричная. Да, но если наша точка находится прямо на границе этой окрестности, это определение все равно будет работать. Ну, смотрите, я здесь специально пересек нашу окрестность с областью определения функции. ровно для того, чтобы обслуживать граничные точки области определения. Нет, я имею в виду, если наша точка находится на границе окрестности. Нет, такого нельзя, потому что открытый, значит, я специально здесь написал, что это окрестность, то есть открытый интервал. И этот открытый интервал должен содержать точку x0. Если точка x0 находится на границе открытого интервала, то она не принадлежит этому интервалу. Вот. Хорошо. Ну что, можно ехать дальше? Давайте я теперь докажу, одно утверждение, которое, в общем, можно было доказать раньше, и которое нам сейчас понадобится. Значит, утверждение. Значит, оно не про производное, оно просто про непрерывные функции. Значит, если функция f непрерывна на отрезке ab, то существует такая точка c из отрезка ab, что f от c равняется минимуму нашей функции. давайте двумя способами запишу этот минимум. То есть, иными словами, утверждение состоит в следующем. Если функция f непрерывна на отрезке от a до b, то минимум этой функции обязательно достигается. То есть, это означает, что есть такая точка, которая является точкой глобального минимума функции f, в которой функция достигает минимального значения. Ну, и то же самое про максимум. Существует такая точка d, что f от d равняется максимуму. Так может, на первый взгляд, показаться, что непонятно, что за утверждение. Ну, понятно же, что достигается. на самом деле, так как я написал, я здесь написал минимум и максимум, конечно, это утверждение немножко тавтологическое. На самом деле, содержательно утверждение, что значит, вот этот минимум или вот этот максимум действительно существует. Давайте, ну, давайте я приведу какие-нибудь примеры, когда это не выполняется. Вот, давайте представим себе, что у меня функция определена не на отрезке, на интервале от а до b. То есть, такой вот интервал. И на этом интервале определена просто линейная функция, скажем, y равняется x. Если, как бы, достигается ли максимум и минимум у этой линейной функции на нашем интервале, значит, она непрерывно, но не на отрезке, а на интервале. Есть ли у этой функции какой-нибудь максимум или минимум? Ну, видно, что нету никакого максимума и минимума, потому что какую бы я точку ни выбрал из этого интервала, я всегда могу сдвинуться правее этой точки и значение увеличить, или всегда могу сдвинуться левее этой точки и значение уменьшить. Поэтому никакого максимума и никакого минимума здесь нет. это показывает, этот пример показывает, что здесь важно, что это именно отрезок. Другой пример, который показывает, что важна непрерывность. Давайте рассмотрим такую функцию. Она определена на отрезке, допустим, от A до B. И устроена она так. Она в точке A принимает какое-нибудь значение, скажем, значение 1. Потом она растет, растет, растет. Потом, когда доходит до точки B, допустим, что функция просто растет как-то линейно, но в точке B у нее значение резко падает. Допустим, оказывается равным, скажем, 1-2. Возите точку. Я очень уточненно нарисовал. Значит, вот такая функция. Эта функция не является непрерывной. И скажите, что у нее есть. Есть ли у нее, например, минимум? Достигается ли линейно? Да, есть. В какой точке достигается? B. В точке B. А, сейчас, да, я неудачно нарисовал. вот что скажем. Значит, в точке B, пусть у меня значение оказывается не 1-2, а, скажем, 3. Но если я сдвинусь чуть-чуть левее точки B, то значение пусть будет, скажем, 5. Вот для такой картинки. Есть точка минимума или нет точки минимума? А, точка минимума, кстати, есть. Это A. Ну, в точке A минимум достигается. А максимум? Его нет. А максимума нет. Значит, видно, что какую бы я точку ни выбирал, я могу чуть-чуть сдвинуться вправо и получить значение больше. А если возьму, например, саму точку B в качестве потенциальной точки максимума, то я могу сдвинуться наоборот влево и получить тоже значение больше. Вот. Предыдущая картинка, впрочем, тоже работала, это я мог бы не пересовывать. Но такая картинка кажется чуть-чуть лучше. Если у нас B было бы 1,2, тогда бы минимум был единица или 1,2? Минимум был бы в точке B и равнялся бы 1,2. Минимум достигался бы в точке B и равнялся бы 1,2. Это был глобальный, а не локальный, да, минимум? Да, тогда бы это был глобальный минимум, а сейчас у нас... А локальным мы не могли бы его назвать, потому что не было бы интервала. Локальным минимумом... Кстати, да, это правда. локальным минимумом... Сейчас, секунду. Или подождите. Нет, так не бывает. Нет, можно было бы... Локальным минимумом тоже было бы, да, конечно, так не бывает. Любой глобальный минимум является локальным минимумом. Просто более сильные условия. Получается, по правому рисунку мы понимаем, что на интервале не может быть минимума и максимума, а левый рисунок нам говорит о том, что правила работают только на непрерывную функцию. да, то есть, понятно, что можно представить себе функцию, определенную на интервале, у которой есть максимум и минимум, но правый рисунок говорит, что по существу здесь требование про то, что мы рассмотрим функцию именно на отрезке, что если это условие убрать, то утверждение может оказаться неверным. И левый рисунок говорит, что важна непрерывность. Что если у нас нарушены условия непрерывности, как здесь, у нас нарушены условия непрерывности в точке B, значит, то же утверждение может оказаться неверным. Неправда, что максимум и минимум достигается. Конкретно на этой картинке минимум достигается, а максимум не достигается. Вот. Хорошо. Ну, давайте теперь докажем это утверждение. Значит, доказательства по идее будет выглядеть ужасно знакомым. Ну, давайте я попробую его рассказать. Значит, первый шаг состоит в том, что мы знаем, что раз функция непрерывна на отрезке, что мы про эту функцию знаем? Какие свойства непрерывных на отрезке функции вы знаете? Ограниченность. Да, значит, она ограничена на B. Это означает, что существует, давайте я напишу, M большое, это есть супремум значение функции на этом отрезке. И существует M маленькая, это наоборот инфимум значение функции на отрезке. Поскольку функция ограничена, то множество ее значений является ограниченным множеством, и у ограниченного множества, как бы она ограничена сверху и снизу, у него есть супремум и есть инфимум. Ну, давайте я сейчас буду рассматривать, например, только супремум, а инфимум будет рассматриваться абсолютно аналогично. Значит, теперь, что я хочу сказать. Вот смотрите, я знаю, что у меня есть супремум, это точная верхняя грань всех значений функции. Я хочу сказать, что в какой-то точке функция это значение действительно принимает, что она не просто приближается к этому супремуму сколь угодно близко, а она именно принимает это значение в какой-то точке. Ну, давайте посмотрим, как это можно было бы сделать. Значит, вот у нас есть график нашей функции. допустим, а здесь b. И вот у меня есть какой-то супремум. Ладно, давайте по-другому нарисую. Значит, вот у меня есть какой-то супремум, m большое. И дальше я хочу сказать, что не может такого быть, что функция к этому супремуму все ближе, 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 но никогда этого значения не достигает. Нет никакой точки, в которой это значение бы принималось. Почему так? Ну, смотрите. Значит, во-первых, я хочу сказать следующее. Для всякого эпсилона большего нуля найдется такой х, зависящий от эпсилона, что f от x больше, чем m большого минус эпсилон. Почему это утверждение верно? Шаг второй. Почему верно такое утверждение, что для всякого эпсилона больше нуля найдется такое значение х, что f от x больше, чем m большого минус эпсилон. То есть, на основном, я говорю следующее, что если я отступлю от этого m большого вниз на эпсилон, то у меня обязательно будет значение, у меня обязательно будет какая-то точка, в которой значение функции больше, чем это m большого минус эпсилон. Почему это так? из-за непрерывности? Нет, я пока нигде не пользуюсь непрерывностью. Из-за того, что там касание? Ну, это я на картинке так нарисовал касание, мало ли, как у меня была, как у меня картинка могла быть нарисована. Потому что это самое нижнее, ну, как бы супремум, и если бы это было не так, то тогда у нас бы был другой супремум. Да, вот, теперь я слышу правильный ответ. Действительно, смотрите, если бы вот это утверждение не выполнялось бы, то что бы это означало бы? Ну, давайте я просто запишу отрицание к этой штуке. Значит, если не так, то существует такое эпсилон больше нуля, что для всех иксов f от x меньше либо равняется m минус эпсилон. То есть m минус эпсилон тоже верхняя грань. Но этого не может быть, потому что m большое это точная верхняя грань. Значит, у нас не может быть верхней грани, которая меньше супремума. Если бы так оказалось, что у нас нет вот этих точечек, то это бы означало бы, что m можно просто уменьшить, вместо m просматривать m минус эпсилон. И это противоречит тому, что мы выбрали в качестве m выбрали минус супремум. Давайте я сразу скажу, что x обязательно принадлежит нашему отрезку. Это важно. Хорошо. Как вы думаете, что мы будем делать дальше? Я по-прежнему хочу доказать, что найдется такая точка, в которой в точности это значение равность супремума достигается. Пока что я сказал, что найдутся точки, в которых достигаются близкие значения. А я хочу точку, в которой достигается прямо вот это значение. Что можно сделать? Эпсилон стремится к нулю. Так. И как он будет стремиться к нулю? Мы, конечно, правильно устремить эпсилон к нулю. Но что это означает? Мы будем брать эпсилон все меньше и меньше и все больше и больше будем двигаться к нашему супремуму. Да, давайте рассматриваем такую последовательность. Давайте построим последовательность. Так, у кого-то включаем микрофон и есть какой-то фоновый звук. Спасибо. Значит, построим такую последовательность. эпсилон н равняется единице деленное на н и xn равняется x от эпсилон н, то есть x от единицы деленное на н. То есть, иными словами, я буду постоянно уменьшать эпсилон, буду рассматривать такую последовательность. Вот у меня есть, допустим, эпсилон равный, скажем, одной второй. Вот у меня есть x, который этому соответствует. Допустим, у меня будет x2. Дальше я выбрал m поменьше. Это точнее, не m, а эпсилон поменьше. Допустим, m минус одна треть. И здесь я выбрал какой-то свой эпсилон. И так далее. Получается такая последовательность x-энтых. Что вы можете сказать про ну, давайте так, что вы можете сказать про f от x-энтых? Оно стремится к m. ну, почему так? Ну, потому что, например, оно точно не превосходит m, а с другой стороны оно больше, чем m минус эпсилон, то есть m минус одна n. Ну, и дальше просто потеряем о двух милиционерах. Это означает, что эта штука стремится к m, эта штука просто равна m, ну, и, значит, эта штука тоже стремится к m, значит, терема двух милиционерах. Хорошо. Значит, мы выяснили, что f от эксантова стремится к m большому. А мне нужна какая-то точка, в которой значение f в точности равно m большому. Как мне эту точку найти? У меня сейчас какая-то последовательность иксов такая, что f от xn стремится к m большому. А мне нужно, чтобы, мне нужно найти какую-то точку x0, такую, что f от x0 в точности равняется тем большому. Как бы ее найти? Не выглядит ли вам эта история на что-то похожа? Ну, если у нас функция непрерывная, можно взять предел, просто приравнять к точке m, потому что она существует. Это хорошая идея, да. Нужно воспользоваться непрерывностью функции f. Но, чтобы воспользоваться непрерывностью функции f, нам что нужно? Нам нужно, чтобы у нас x-ы куда-то стремились. стремиться ли куда-то последовательно стекса? Ну, вообще говоря, не факт. Мы ее как-то строили довольно неявным образом. Не факт, что она куда-то стремится. Что будем делать? Ну, эта последовательность стекса ограничена. Можно взять, например, возрастающую. и она будет стремиться куда-то. Да, но это как-то вам понравилась задачка про то, что можно выбрать возрастающую подпоследовательность и высылаетесь на нее. Но можно сослаться просто на терем Бальсана-Вейерстрасса и сказать, что из любой ограниченной последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность. Значит, существует подпоследовательность хнкат стремящаяся к какой-то точке х0. Значит, теперь f от хнкат это просто подпоследовательность последовательности f от хн. Значит, f от хнкат как стремилась к м большому, так стремится. Ну, а теперь можно воспользоваться непрерывностью и сказать, что из этого следует, что f от х0 обязательно должна равняться м, потому что хнкат стремится к х0, f от хнкат стремится к м, но f от хнкат обязательно должен стремиться к f от х0, потому что по непрерывности. Значит, f непрерывно, а следовательно f от хнкат должно стремиться к f от х0. Вот такое утверждение. Значит, вот это существование подпоследовательности от теорема Бальца на Верштрассе. Ну и все доказали. Сейчас, а вот в каком порядке у нас тут эти три утверждения, что f от хнкат стремится к n, к m большому, то у нас по непрерывности в этой точке в х0... давайте я вот так напишу. Надо расстануться красивенько. Значит, поскольку f непрерывно, то значение функции, то предел функции f должен быть равен значению функции f в предельной точке, ну а стало быть... А с другой стороны мы знаем, что этот предел равняется m большому. Ну и значит f от х0 равняется m большому. А вот m большому предел равняется по пределу типа с 0? Потому что f от хнк стремится к m большому. f от хнк стремится к m большому по теме двух милиционеров, потому что мы f от хнк так выбираем, ну и хнк выбираем так, чтобы f от хнг удовлетворял את неравенству. Значит, в тереме двух милиционеров оно стремится к m большому, а с другой стороны здесь мы выбрали подпоследовательность. Значит, если сама последовательность стремилась к m большому, то и любая подпоследовательность тоже стремится к m большому. А подпоследовательность хнк стремится к x 0? Это тремя большего авняется вверштрасса. Значит, у нас есть ограниченное у нас есть ограниченная последовательность Xn, поскольку все Xn лежат на отрезке от AB, значит, это ограниченная последовательность. Из любой ограниченной последовательности можно выбрать сходящуюся подпоследовательность, куда-то сходящуюся. Помните, мы доказывали, делили отрезок пополам, выбирали ту половинку, на которой бесконечно много членов, была такая телема. На самом деле, это доказательство ужасно похоже на доказательство утверждения о том, что если функция непрерывна, то она ограничена. Мы здесь этим утверждением пользуемся, но доказательство в точности повторяет тоже последовательность рассуждения. Хорошо. Давайте поедем дальше. Следующая телема, которую мне нужно сегодня доказать, это телема роли. Сейчас. Простите. Прежде чем я буду доказывать телему роли, давайте я докажу следующее утверждение. Собственно говоря, это прямое следствие из истории про из ВДТ-Леммы. А именно утверждение такое, что утверждение. Пусть f достигает, пусть f имеет локальный максимум, в точке x0, f определена в некоторой окрестности в точке x0, и f дифференцируема в точке x0. Тогда обязательно f' в точке x0 равняется нулю. То есть на самом деле здесь неважно, локального максимума или локального минимума. то есть это означает следующее. Это означает, что вот у нас есть какая-то функция, вот у нас есть внутренняя точка области определения, то есть функция определена на некоторой окрестности этой точки, и в этой точке она достигает своего максимума. Тогда обязательно в этой точке производная нулевая, касательно горизонтально. Так, у меня сейчас разрядится ноутбук. Сейчас, одну секунду, я найду зарядное устройство. Значит, обратите внимание, что все условия важны. Значит, важно, что это именно внутренняя точка области определения, вот это условие, что существует такая окрестность. на котором функция определена. Потому что, если бы это была бы не внутренняя точка области определения, то там, конечно, совершенно не обязательно, чтобы производная, значит, там вообще производная как таковая не определена, но можно определить, так сказать, одностороннюю производную, но совершенно мы ничего от этой односторонней производной не можем потребовать. Вот здесь, например, если буду проводить касательно, она будет как-то вот так идти, но тем не менее, у функции есть точка максимума здесь. Вот, но если это внутренняя точка области определения, если функция дифференцируема в этой точке, тогда производная обязательно должна равняться нулю. Ну, почему это так? Так, это это просто следствие из Леммы. Следствие из Леммы, которое мы выше доказывали. Значит, мы выше доказывали, что если F, что если F' например, положительно, то тогда мы можем поменять значение функции F в близких точках. мы можем сдвигаясь вправо сделать значение больше, а сдвигаясь влево сделать значение меньше. А если у нас точка локального экстремума, то тогда, вне зависимости от того, куда мы сдвигаемся, вправо или влево, у нас функция будет меняться одинаковым образом. Вот, например, если это точка максимума, тогда мы сдвигаемся все вправо, и значение функции уменьшается. и сдвигаемся все влево, значение функции тоже уменьшается. Если бы производная была положительной или отрицательной, то такого бы не могло быть. Давайте я еще раз открою лемму. Мы на нее посмотрим и убедимся, что это так. Вот смотрите, что говорит лемма. Лемма говорит, что если производная положительна, то тогда мы можем значение функции как увеличивать, так и уменьшать, сдвигаясь вправо или влево. Это означает, что соответствующей точке не может быть ни точкой локального максимума, ни точкой локального минимума. Вот. А вот теперь я сформулирую и докажу теорему роли. Пусть функция f непрерывно на отрезке a, b и дифференцируем во всех внутренних точках отрезка, то есть на интервале от a до b. Тогда, да, и пусть еще вот что верно. Пусть значение функции f в точке a равняется значению функции f в точке b. Тогда обязательно найдется такая точка c на интервале от a до b, что f' в точке c равняется 0. Давайте я нарисую картинку. Что утверждается? Пусть у меня есть непрерывная функция, непрерывная на некотором отрезке. Вот у меня есть отрезок от a до b. И у меня есть функция, непрерывная на этом отрезке, дифференцируемая во всех внутренних точках. И пусть так оказалось, что значение функции f в точке a равняется значению этой же функции в точке b. Тогда обязательно где-то между этими точками найдется точка с нулевой производной. Ну, понятно, что не обязательно одно, но, по крайней мере, одно найдется. Давайте докажем. Есть какие-нибудь идеи, как ее доказать? Ну, по предыдущему утверждению, достаточно доказать существование локального максимума-минимума. Остальные предпосылки есть. Так, а почему они существуют, эти самые локальные максимумы-минимумы? Ну, да, это из другого предыдущего утверждения. Значит, давайте я их как-нибудь пронумерую. Значит, пусть вот это утверждение называется утверждение 1, а вот это утверждение, пусть будет утверждение 2. Значит, смотрите, только единственное, что здесь нужно аккуратно разобраться. Видите, здесь я требую, чтобы c была бы внутри некоторого интервала. Давайте. Ну, давайте, значит, разберемся, что вообще может быть. Значит, вот смотрите, у меня есть, значит, пусть m — это есть максимум значения в функции f в наших точках, а m маленькая, пусть будет минимум. И, возможно, следующие варианты. Первый вариант. Если M большое строго больше, чем f от а и f от b, тогда по утверждению 2 или по утверждению 2? По утверждению 1 существует такая точка, ну, давайте я ее назову x с индексом m большое, что f от x с индексом m большое равняется m большое. То есть существует глобальный максимум, и более того, x с индексом m большое лежит обязательно на интервальчике от а до b. Почему x с индексом m большое не может быть в границах этого интервальчика? Потому что m в сторону. Ну, потому что, да, потому что я потребовал, чтобы m не совпадало бы с значением функции f в точках а и b. Значит, если f от x m большого равняется m большому, то уж никак не может такого быть, чтобы m большого было бы точкой а или точкой b. А у нас может быть, например, просто константа? Ну, вот сейчас, вот в этом случае функция не может быть константой. В этом случае m большое больше, строго больше чем. А, мы рассмотрим первый случай, да? Да. Значит, тут у нас пока первый случай. Значит, случай, когда функция просто константы, мы тоже рассмотрим. Вот. Но, по крайней мере, в этом случае абсолютно точно максимум достигается на какой-то из внутренних точек нашего интервальчика. И, собственно говоря, тогда просто можно сказать, что c равняется x m. В этом случае f' в точке x m равняется 0 по утверждению 2. Тогда это внутренняя точка области определения. Там функция дифференцирована, потому что она во всех внутренних точках дифференцирована. И по предыдущему утверждению из этого следует, что производная там равняется 0. Второй случай. Пусть так оказалось, что m маленькая меньше, чем f от a равняется f от b. Тогда в качестве цена нужно взять x m маленькая такое, что f от x m маленькая равняется m маленькому. Тогда x m маленькая принадлежит интервалу от a до b. Вот точно так же. c равно это что за что это обозначает? Ну, это я просто говорю, что я полагаю c равное значению вот этой штуки. Я c выбираю сам и я говорю, что я просто присваиваю ей значение вот этой штуки. если вас пугает этот значок, можете считать, что написано просто равно. Просто написано положим, что c равняется такому-то. Хорошо, есть третий случай неразобранный. Как он устроен? Что будет, если мы одновременно не находимся ни в первом случае, ни во втором случае? Константно. Маленький m равно f от a равно f от b. Да, вот единственный остающийся случай вот такой. У функции и максимум, и минимум равен значению функции и в точке a, и в точке b. Что тогда? Что тогда? Это означает, что все значения, поскольку m это максимум и минимум, это просто означает, что все значения функции f равны этому же самому значению. Для всех x из нашего отрезка. Но это означает, что наша функция просто постоянная, и тогда в качестве точки c можно выбрать любую точку. Например, положим c просто середину отрезка. Все доказано. Заметьте, что это не совсем мгновенное следствие. Например, если убрать вот это утверждение, убрать утверждение, что f от a равняется f от b, то трем перестает работать. То есть как бы одного того факта, что обязательно точка экстремума достигается, да, экстремума это собирательное название для максимумов и минимумов. Я что-то забыл сказать про это. Вот, одного только факта того, что точка экстремума достигается, недостаточно. Нам было важно вот это условие. без него мы не можем доказать, что экстремум достигается обязательно во внутренней точке области определения. А без этого мы не можем пользоваться в отряде теоремой про обновление производства. А почему в третьем случае мы говорим, что c равно a плюс b пополам? Мне нужно выбрать любую точку посередине. Мне нужно выбрать любую точку из этого интервала. Ну, я просто для определенности сказал, давайте выберем середину отрезка. Так, любую другую точку выбрать. Так, ну что, смотрите, мое время вышло, я на самом деле не успел доказать одну теорему, которая является довольно быстрым следствием из теоремы Рольда, но я попрошу коллег на семинарах эту теорему доказать. Без нее семинарские встречи решать довольно бессмысленно, но доказывается она довольно быстро. Если вдруг я, значит, не успею сейчас до кого-то дописаться из семинаристов, вы, пожалуйста, просто попросите их на семинаре начать с того, чтобы доказать, вывести теорему Лагранжа из теоремы Ролли. Кодовое слово теоремы Лагранжа. Говорите теоремы Лагранжа и дальше вас поймут. Но теорему Ролли мы доказали. Это, собственно говоря, технически самый важный элемент этого доказательства. Хорошо, ну что, тогда сейчас пока что на сегодня все, успокаивали с лекцией. Давайте считать, что основная часть лекции закончена. Я готов еще поотвечать на вопросы по лекции. Значит, мы в какой-то момент хотели устроить разбор Миттерма. Давайте посмотрим, что у нас там с голосовалкой. У нас в чатике была голосовалка. У нас была среда 6-10. Среда 6 вечером. Ну хорошо, давайте так и будет. Да, я могу рассказать Лагранжа, если вы хотите послушать это в моем изложении. Окей, все, значит, лекция закончилась. Спасибо всем за внимание. И дальше я отвечаю на вопросы слушателей. Значит, один из вопросов слушателей рассказать, как устроена доказательства Терема Малагранжа. Давайте докажу. Значит, ну давайте сначала все-таки вопросы по тому, что я уже рассказал. Терема Малагранжа сейчас докажу, но давайте вопросы по тому, что я уже рассказал. Правда, что та лемма, которую мы доказывали там вначале, это лемма-фирма? Какая-то из этих лемм называется лемма-фирма, только я не помню, какая. То ли вот это, то ли действительно вот это. У меня здесь какой-то с названиями какой-то провал в памяти. Надо посмотреть. так, давайте еще вопросы по лекциям. Можно еще раз проговорить тот момент, где у нас было доказательство следствия между лемма-фирма. Вот этот? Да. Ага, смотрите. Значит, я утверждаю следующее. Я утверждаю, что если у меня функция дифференцируема в некоторой точке, эта точка, внутренняя точка области определения, и в ней достигается максимум или минимум, то тогда обязательно в этой функции производная равна нулю. Ну, действительно, давайте представим себе, что производная в этой точке не равна нулю. Давайте вернемся к этому утверждению. Значит, к этой лемме. Лемма говорит, что если у вас в какой-то точке производная, например, положительно, то тогда вы можете сделать значение функции в близкой точке вы можете его увеличить по сравнению со значением функции в самой точке x0, а можете уменьшить, просто выбирая, куда вы будете отклоняться вправо или влево. И то же самое для случая, когда производная меньше нуля. Но если вы можете добиться того, что значение функции становится, например, ну вот, допустим, допустим, что у меня в этой точке x0 была бы точка минимума. Может такое быть? Допустим, производная была бы положительная. Я утверждаю, что такого быть не может, потому что если производная положительная, а x0 точка минимума, ну давайте я просто сдвинусь из x0 чуть-чуть вправо, у меня по вот этому утверждению значение обязательно должно, сейчас, нет, если я говорил про минимум, тогда мне нужно сдвинуться влево, по вот этому утверждению значение функции обязательно должно было уменьшиться, значит, вот здесь точно не минимума. Ну и не максимум, потому что я могу сдвинуться наоборот вправо и значение функции увеличить. И точно то же самое с точностью до симметрии будет, если значение функции, если председательная функция будет отрицательной. Понятно. Вот, как-то так это работает. То есть, как бы, если производная положительная и отрицательная, то функция там, ну вот, грубо говоря, либо возрастает, либо убывает, значит, у нее не может там быть экстремума. Я сейчас неформальное утверждение сказал, непонятно, что значит возрастает, но или убывает, кроме как вот того, что здесь написано в этой лиме. Вот. Но смысл примерно такой, что вы можете сделать значение функции и больше, и меньше, просто выбирая то, в какую сторону вы сдвигаетесь, вправо или влево. Хорошо, спасибо. Основная идея сегодняшней лекции, это интересный вопрос, значит, основная идея состоит в том, что можно переходить от некоторых локальных свойств к глобальным свойствам функции. в частности, в частности, но на самом деле, на самом деле, реальное применение, значит, да, самостоятельно сейчас будут на лекциях, я пока не придумал, как делать на семинарах, эффективно. Значит, основное, на самом деле, применение всей этой машинерии будет, понятно, на сегодняшнем семинаре, потому что там будет обсуждаться терема Лагранжа о конечных превращениях, и дальше из нее будут выводиться всякие разные полезные выводы, типа того, что вы сможете доказать, что если производная, допустим, положительно на каком-нибудь отрезке, то она на этом отрезке обязательно возрастает, вот такого типа утверждения. Значит, на самом деле, немножко не поместилась вот эта вот та часть, которая реально является приложениями, но тут как бы был некоторый путь, который нужно было пройти. Ну, в частности, мы выяснили, что производные позволяют отвечать на вопрос про экстремумы, по крайней мере, предоставляют некоторые, как это называется, необходимые условия экстремумов. Ну, и, значит, вот эта терема Роль, она сейчас пока что может выглядеть немножко загадочной, зачем она нам такая нужна, но после того, как будет обсуждаться терема Лагранжа, станет более понятно. Значит, про условия Куна-Такера я, честно говоря, не совсем понял вопрос. Значит, условия Куна-Такера это что-то там, что-то там, что может происходить на границе, может происходить еще где-то. А, ну да. Условия Куна-Такера это, кажется, некоторое обобщение утверждения про то, что экстремум достигается в тех точках, где производная обнуляется. Можно записать, поскольку, поскольку, ну, вот как бы вот это утверждение, оно говорит только про внутренние точки области определения, но можно дописать некоторые дополнительные условия, сформулировать некоторое общее утверждение, которое бы обслуживало одновременно и внутренние точки области определения, и граничные точки. И, кажется, как раз получается то, что называется условия Куна-Такер. Так, еще вопросы. Ну, хорошо, давайте я докажу утерему Лагранжа. Терема Лагранжа звучит так. Пусть у нас есть то же самое. Непрерывно на отрезке А, дифференцируемо на интервале от А до В, тогда обязательно существует точка С из интервала от А до В такая, что верно такое утверждение. Давайте я начну с картинки. Значит, сейчас у меня нет условия про то, что значения на концах одинаковые. Значения на концах могут быть какими угодно. Значит, вот у меня есть опять же отрезок от А до В. Значения функций на концах любые. Теперь смотрите, я могу провести секущую от точки А до точки В. И утверждение такое, что где-то между точками А и В обязательно найдется такая точка, что касательная в этой точке параллельна секущей. то есть, иными словами, что производная равна средней скорости за время движения. Значит, вот у меня обязательно найдется точка С такая, что в этой точке С касательно параллельна секущей. Значит, формальное утверждение такое, F' в точке С равняется F от B минус F от А разделить на B минус А. Значит, вот эта штука это угловой коэффициент секущей. Видно, что это угловой коэффициент секущей. Я делю прирост значения функции делю на то, сколько мы двигались. Значит, вот у нас есть прямоугольный треугольник. Здесь у меня есть вот эта разность. А вот эта штука это просто B минус А. Поделил одно на другое, получил тангенс угла наклона. То есть понятна ли формулировка терема Лагранжа? То есть мы говорим, что существует такая производная и в этой точке угловой коэффициент совпадает с угловым коэффициентом секущей. Да, существует точка, в которой производная в точности равна вот этому самому угловому коэффициенту секущей. Смотрите, с механической точки зрения это означает примерно следующее. Вот угловой коэффициент секущей это просто средняя скорость движения на нашем отрезке. Значит, мы делим то, как мы далеко уехали, делим на то, сколько мы ехали. Это просто средняя скорость. Утверждается, что обязательно найдется точка, в которой мгновенная скорость будет в точности равна средней. В принципе, это неудивительный факт, потому что, если бы так оказалось, что вы всегда двигались бы быстрее, чем средняя скорость, то вы бы и уехали бы дальше, так сказать, на самом деле вы уехали бы. Если вы все время двигались бы медленнее, чем средняя скорость, то тогда, опять же, у вас средняя скорость должна была бы быть меньше, раз она была бы уменьшиться. Невозможно всегда двигаться, так сказать, не может такого быть, что у вас, что вы всегда движетесь со скоростью меньше, чем средняя. Какая же она тогда средняя, если вы всегда двигаетесь меньше, чем с этой скоростью. Поэтому это утверждение, оно, в общем, достаточно естественное. Было бы странно, если бы это было не так. Но давайте ее докажем. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Смотрите, вот у нас есть сейчас две картинки. Вот такая картинка, и вот такая картинка. Не кажется ли они вам похожими? Весьма. Хочется повернуть. Да, хочется как-то... Хочется... Терема о корнях. Да, действительно, хочется просто взять и вот эту картинку так вот наклонить, чтобы получилась вот эта картинка. Но на самом деле это и нужно сделать. Смотрите, давайте я скажу вот что. Давайте мы рассмотрим новую функцию. H от x, которая устроена так. Она есть f от x. Я хочу сделать следующее. Я хочу из вот этой вот картинки сделать вот эту картинку. Что мне для этого нужно сделать? Значит, я хочу сделать так, чтобы у меня вот эта секущая просто стала бы горизонталью. Как это сделать? Давайте мы вычтем из моей функции f, вычтем линейную функцию, которая мне задает текущая. То есть, вычтем вот такую штуку, например. Ну, давайте вот такую. Для простоты. А это что вы в конце добавили? Значит, я говорю следующее. Я говорю, что вот у меня была функция f от x. И я вычитаю вот такую штуку. Здесь написан некоторый коэффициент. Это угловый коэффициент текущий. Умножить на x минус a. На самом деле можно было бы не на x минус, а можно было бы просто на x домножать. Ну, что-то у меня хочется на x минус a. Это просто, чтобы уравнение прямой получилось? Это просто, да. Вот эта часть – это просто уравнение прямой. Вот эта штука от x не зависит. Это просто константа. А это уравнение прямой. Давайте посмотрим, что теперь будет. Чему равняется h в точке a? h в точке a равняется просто f от a. Потому что если я подставляю a вот сюда, то получается 0. Ну, хорошо. Это было просто. Чему равняется h в точке b? Тоже f от a. Тоже f от a. Ну, опять же, просто если я теперь подставляю сюда b, то здесь b минус a сокращается с b минус a. Вот здесь оказывается f от b. Этот f от b сокращается с вот этим f от b. И остается вот это f от a. Если не верите, подставьте и выясните, что это так. Ну, на самом деле, это неудивительно. Это ровно то, чего мы хотели. Потому что мы вычитали из вот этой штуки какую-то линейную функцию, у которой угловой коэффициент в точности равен вот этому угловому коэффициенту. Поэтому, в общем, неудивительно, что... Ну, мы на самом деле вычли сейчас... Значит, мы что вычли? Мы вычли вот такую вот, на самом деле, функцию. Вот такую, которая в точке a равняется нулю, а в точке b равняется нулю, вот чему получилось. И в результате у нас значение функции h и здесь, и здесь оказалось равное просто f от a. То есть мы вот положили эту картинку. Изначально мы взяли x именно минус a, чтобы как раз получить, что h от a и h от b равен. Ну, на самом деле, здесь неважно, минус a здесь написать или что угодно. Ведь можно было просто x написать. Мне что-то захотелось так для некой симметрии картинки. Вы можете проверить, что если вы здесь напишите просто вот эту штуку, вы можете на x, то то же самое получится. Ну, в том смысле, что h от a все равно будет равно h от b. Проверьте, попробуйте это сделать. Вот. Хорошо. Что теперь будем делать с функцией h? Использовать предыдущую теорему. Да, используем предыдущую теорему, теорему роли. Значит, теперь у нас h полностью удовлетворяет условиям теоремы роли. Смотрите, единственное, чего нам не хватало в формулировке теоремы Лагранжа для того, чтобы применить функцию f в теорему роли, это вот это вот условие f от a равняется f от b. Значит, условия про непрерывность и дифференцируемость у нас сохраняются. Значит, мы знаем, что если функция f непрерывно дифференцируема, то когда мы из нее вышли линейную функцию, она осталась функцией h по-прежнему непрерывно дифференцируема. И теперь мы добавили условие, что значения в концах совпадают. Ну, отлично. Давайте применим теорему роли. Значит, по теорему роли. Существует такая точка c, что h' в точке c равняется нулю. Но, с другой стороны, кто такой h' в точке x? Это есть f' от x минус f от b минус f от a разделить на b минус a. Значит, вот эту штуку я дифференцирую. Это просто константа, а производная от вот этой штуки это просто единица. Ну и все. Значит, в точке c у меня h' в точке c равняется нулю, а с другой стороны это и есть f' в точке c минус вот эта штука. Ну, это означает, что f' в точке c равняется f от b минус f от a разделить на b минус a. Теорема Лагранжа доказана. А можете, пожалуйста, еще раз повторить после вот по теореме роли? Значит, по теореме роли существует такая точка c на интервале от a до b, в которой мы применяем теорему роли функции h. Значит, по теореме роли найдется такая точка c, в которой производная функция h обнуляется. То есть как бы у нас про функцию h теперь известно, что она как раз удовлетворяет всем условиям функции роли, удовлетворяет всем условиям теоремы роли, значит, найдется ноль производных. И оказывается, что эта самая точка, в которой функция h. Это ровно та точка, которая нам нужна. Мы знаем, что производная функция h вычисляется вот так. Это просто производная функция f минус поправка, которая просто равна этому коэффициенту. Это означает, что если где-то производная функция h обнуляется, то в этой точке f' просто равняется вот этой штуке. И это равно то, что нам нужно было доказать. А в конце это F'C или F'0? А можно еще раз? На рисунке вы рисовали прямую, когда A было в точке 0, а B в какой-то просто точке. Это было H от X или это что? Сейчас, смотри, у нас изначально есть вот это F. Давайте посмотрим, кто такой на самом деле H. Давайте посмотрим на вот эту часть. Эта часть — это прямая, у которой угловой коэффициент такой же, как у этой штуки, и она проходит в точке X равняется A на равном нулю. То есть это на самом деле вот такая прямая. Значит, наше H — это на самом деле вот такие штуки. Это мы считаем разницу между нашими значениями функции F и вот этой прямой, которую я сейчас нарисовал. То есть мы считаем вот такие вот разности по вертикали. В результате эта функция H, она устроена так. Ну вот давайте попробуем ее нарисовать здесь. Значит, у нас функция H теперь устроена так. У нас здесь X, здесь Y. Значит, в точке A у нас такое же значение, как и было. Значит, в точке A у нас такое же значение, как и было. А дальше, ну вот она как-то вот так себе ведет. Значит, здесь она как-то возрастала, потом она умывает. Проходит ниже F от A, потом возвращается. Возвращается ровно к F от A. Вот как-то так это устроено. Значит, вот эти вот палочки — это то же самое, что вот эти палочки. Значит, вот это функция H у нас сейчас. И теперь вот как раз к функции H мы применяем термороль. Она нам гарантирует, что есть точка, в которой производная нулевая. Ну, а если теперь вернуться к нашей исходной картинке, как бы скосить ее в обратную сторону, то у нас эта нулевая производная, касательная, которая соответствует нулевой производной, превращается в касательную, которая соответствует, с которой будет параллельно вот этой вот самой прямой, которую мы здесь вычитали. Здесь эта прямая будет параллельно горизонтали, а здесь она будет параллельно тому, что мы вычитали. Геометрия примерно так устроена. И вот мы еще постоянно пишем, пусть функция непрерывная и дифференцируемая, но есть ли такие функции, которые не дифференцируются? Есть, например, модуль x недифференцируема, хоть и непрерывно. Вот, по крайней мере, в нуля она недифференцируема, в остальных точках дифференцируема. Ладно. Можно придумать функцию, которая бы в каждой точке имела бы излом. Такая вот функция, которая непрерывна, но недифференцируема ни в одной точке. Это как бы построить ее довольно сложно, но такие функции существуют. Но представьте себе функцию, которая там недифференцируема в счетном числе точек, уже проще. Можно представить себе какие-нибудь вот такие вот функции. Всякий раз, когда у вас есть узлом, у вас есть нарушение дифференцируемости. Так, ну что, еще вопросы? Можно напомнить, почему у нас... Ну, вот мы пишем, что пусть функция дифференцируема на интервале, а не на отрезке. Ну, смотрите, я, строго говоря, не обсуждал, что такое дифференцируемость в граничной точке отрезка. В граничной точке отрезка можно было бы требовать односторонней дифференцируемости. То есть вообще в определении производной мы пишем просто предел при x, стремящемся к x0. Это означает, что функция должна быть определена в некоторой полной окрестности точки x0, и правее, и левее. Но, значит, поэтому, в принципе, у нас просто нет определения производной в граничной точке области определения. Там можно вводить одностороннюю производную, то есть рассматривать предел только с одной стороны. Но смысла в этом для нас особого нету, потому что нам достаточно требовать, чтобы производная существовала просто во всех внутренних точках. Этого нам хватает, поэтому концы мы просто в условии дифференцируемости мы концы просто выкидываем. Значит, нам важно, чтобы функция была непрерывна вплоть до концов. И вот здесь мы подозреваем, что в конце должна быть односторонняя непрерывность. А дифференцируемости достаточно только вот такой. Понятно. Так, еще вопросы? А вот если смотреть на то выражение с альфой, там вот эта вот поправка, которая как раз альфа, почему там именно альфа умножить еще на дельту икс? Ну, смотрите, значит, можно просто выразить отсюда. Можно отсюда, вот из этого всего выражения, выразить альфу. Получается такая штука, смотрите, альфа от дельты икс равняется такой вещи. это есть ф от х0 плюс дельты икс минус ф от х0 разделить на дельту икс и вычесть ф штрих в точке х0. Вот, это я просто из вот этой формулы выразил альфу. Теперь смотрите, я утверждаю, что в этом случае альфа, если функция дифференцируема, то альфа стремится к нулю. Но почему так происходит? Потому что если дельта икс становится маленьким, то вот эта штука стремится к производной. А здесь просто написано производной. Значит, их разность действительно стремится к нулю. Вот, поэтому, как бы, вот такую запись можно сделать. То есть это утверждение будет верным. Альфа действительно будет стремиться к нулю. По существу это означает следующее. Это означает, что вот у вас есть, у вас есть, как бы, вот это линейное приближение, которое соответствует, соответствует вот этой касательной. А есть еще некоторая добавка. И важно то, что эта добавка оказывается не просто маленькой, когда дельта икс маленькая. Вот эта величина тоже маленькая, когда дельта икс маленькая. А важно то, что эта добавка еще более маленькая. Она маленькая по сравнению с дельтой икс. То есть delta x маленькая, но даже по сравнению с этой маленькой delta x, вот эта вот величина становится еще меньше. Но здесь ровно это и написано. Здесь написано, что нужно какую-то величину, которая стремится к нулю, умножить на delta x. И это важно. Собственно говоря, именно благодаря тому, что α delta x стремится к нулю, мы смогли вот здесь сказать, что поведение функций действительно определяется производной. Мы смогли доказать, что вот здесь вот знак вот этого выражения, он такой же, как знак производной. Именно благодаря тому, что α delta x стремится к нулю, это означает, что оно заведомо станет меньше, чем вот это производное. И не будет меняться нам знак этого выражения. Ну да, это я поняла. А вот здесь оно вылезает вот ровно из вот этого вот соотношения. То есть, как бы, написать вот эту формулу вы всегда можете, в этом нет никакой проблемы. Проблема доказать, что вот это утверждение выполняется. А оно выполняется ровно потому, что вот если вы его выразите, то α delta x, то видно, что здесь как раз ровно возникает разность между производной и той величиной, которая стоит в определении производной по знакам предела. Хорошо, спасибо.